В лиственных лесах, на лесных полянах и опушках, в апреле, начале мая, когда еще достаточно влаги, но уже тепло и солнечно, появляется один из первых весенних грибов – сморчковая шапочка. Любит этот гриб расти в березняках и осенниках, однако его можно отыскать и в смешанных лесах. Места всегда выбирает влажные и хорошо освещенные. Внешний вид гриба весьма своеобразный, поэтому и легко узнаваемый. Шляпка небольших размеров, по форме напоминает колпак – конический, колокольчатый или наперстковидный. В отличие от сморчков, нижний край шляпки сморчковой шапочки свободный, и шляпка прирастает к ножке только на самой верхушке и легко снимается. Снаружи поверхность шляпки морщинистая, с множеством извилистых продольных складок. Цвет шляпки зависит от возраста гриба и места его роста. Может быть бурый или темно-коричневый, желтовато-ахристый и даже желтый. Снизу шляпка гладкая и более светлая. Ножка длинная, цилиндрическая, гладкая, от 6 до 15 см высотой. Окрас кремовый или белый. У молодых грибов ножка на разрезе цельная, а у зрелых – полая. Мякоть у сморчковой шапочки белая, ломкая, тонкая и с приятным грибным ароматом. Гриб съедобен после предварительного отваривания. Содержит микроэлементы и витамины, что весной особенно ценно. Есть примета у грибников. Время сбора сморчковой шапочки наступает, когда на осинах появляются первые сережки. Мы отправились на поиски гриба в смешанный лес в первых числах мая. Растет сморчковая шапочка, как правило, группами, и лукошка быстро наполнилась. К сожалению, период плодоношения гриба весьма недолгий – всего 2-3 недели до высыхания талых вод в лесу. Гриб весьма благолюбив. Исчезает влага из лесной подстилки, засыхает на корню сморчковая шапочка. А у нас остаются воспоминания о первых грибных походах, фото и видео трофеи. Субтитры создавал DimaTorzok